Года три-четыре назад выходила демо-версия чернобыльских ликвидаторов. Я точно помню, мы в неё играли и проходили. Но игру дорабатывали, откладывали, перекладывали, и вот она вышла. Буквально пару дней назад можно уже поиграть, посмотреть, что из себя представляет полная версия этой игры. Её многие ждали, многим она была интересна своим необычным подходом, механикой. Мы играли в Сталкер, мы были в Чернобыле, мы всё там знаем, но за ликвидаторов мы ни разу не играли. Поэтому давайте посмотрим, что это такое и насколько оно вообще оправдывает свои ожидания, потому что игра не дешёвая и как бы, судя по отзывам в Стиме, там смешанно. Но всё может поменяться. Главное понять, насколько она нам с вами интересна и не смотреть на чужое мнение, пока не составишь своего. Поднимай на состав. Поднимай на состав. Поднимай на состав. так если что я здесь надо понять просто где начинается игра и где заканчивается заставка ну вы поняли игра как бы не веселая ни разу поэтому здесь угорать веселиться вряд ли получится серьезная тяжелая я до сих пор помню демоверсию примерные моменты когда мы там ходили лазили таскали разные неприятные вещи посмотрим насколько она отменяется я помню что мы приезжаем именно в эпицентр и играем за одного из ликвидаторов то есть в полной версии игры должна быть показана его судьба как он что куда зачем и к сожалению так понимаю что долго он наверняка не прожил посмотрим может быть и какой-то художественный вымысел не забывайте что это компьютерная игра так что может быть и такое а я пожалуй ненадолго пропаду и что не я но а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вернулся. Значит, первые лаборатории за пределами Советского Союза, зафиксировавшим повышенный уровень радиации после взрыва. Мы не успели дочитать, но я думаю, все и так знают историю. Итак, начинается уже непосредственно игра. Мы приезжаем и должны получить дальнейший инструктаж. Что делать? Как делать? Куда идти? В принципе, примерно то же самое было и пару лет назад в демо-версии. Поменялась немножко графика, стало больше деталей. Так, для перемещения нажимаем E. Для бега shift. Поговорите с сержантом Кибенком. Кибенком. А вам не видно, потому что вебка закрывает. Но я вам буду озвучивать, поэтому не переживаем. Все нормально, громковато, по-моему. Хотя, может быть, это мне громко, я почише сделаю. Я прям слышу каждый шаг, каждое перемещение. Да, действительно, графон подтянули, это прям видно. Вон стоит один из наших наверху. Привет. Так, вижу сержанта. Берем тогда у него инструктаж и действуем дальше по ситуации. Для взаимодействия с объектом подойди к нему и нажми клавишу E. Ну, это понятно. Это даже не объект, это субъект. Надо правильно называть. Лейтенант, по вашему приказанию прибыл. Хватайте шланг и помоги ребятам из третьей смены потушить пожар в завалах. Сделаем, товарищ. Там очень плохо слышно, как будто они говорят противогаз. Они по факту говорят противогаз. Так, нажми I. Чтобы использовать пожарный рукав, назначим цифровой слот. О, так. Ладно, что здесь? Что-то взяли. Что-то мы с тобой взяли. Так, I. Значит, здоровье, выносливость, стресс и излучение. Вот этого меню я не помню. Видимо, эту добавили уже, как говорится, после. Такс. Давай смотреть. Можно туда пройти. Здесь надо потушить раз. Там надо потушить два. Я тебя понял. Поехали. Я ему еще никакую цифру не назначил, поэтому... Так, инструменты. Пожарный рукав. Можно я тебя сюда перенесу? И рация. Рацию, наверное, можно тоже бахнуть на двоечку. Так, противогаз. Но он типа надет, я его даже не снимаю. Так. Пол дела сделано. Смотри. Значит, тут самый ближний огонь, который я могу потушить. Символизирует способность ликвидатора выжить. Выраженный в очках здоровья HP. Негативные воздействия на организм, такие как раны, ожоги, радиация. Влияние энергии на живые механизмы. Что-то как-то плоховатенько тушится. А, тут нормально. Хорош. Погаси ближайшие пожары. Так, переключай. Вот. Все нормально. Тут мы закрыли. Вот еще есть. Удивительно, что я один работаю. Мне кажется, должны работать все вместе. Но там вон ребята тушат вроде бы. Так. А, нет, не все, видимо. Вон там еще горит немножко. И все. Так, экономим воду. Вода нам еще понадобится. Тут прям видно, как оно тянет. Нифига себе. Ладно, идем дальше. Ребята тушат, видишь, основу, где оно бахнуло? А я туда не могу. Там далеко. Так, теперь надо его отсоединить и проследовать дальше, как он отсоединяется. Чтобы понять. Так, это рация. Подожди-ка. Надо, видимо, подойти и сделать все полноценно. Подойди. И отсоедини. Вот. Ну да, то есть в этом есть какая-то логика. Я не помню, делали мы так или нет. Но, наверное, да. Так, побежали. Оно вроде как не на время. Вот эти два пожара, я думаю, отсюда без проблем. Можно будет затушить. Давай. Достаем. Подключ... А сюда можно подключиться? А, вот. Не с той стороны встал. Там уже нельзя. Так, ладно, хорошо. Поехали. Достаем и тушим. Так, ну тут не сильно прям жестко. А вот сюда вроде должен достать. Я помню, что мы ходили с лопатой. И убирали радиоактивные куски, которые там поразлет. Это я точно помню. Такая штука у нас была. Готово. Есть, конечно, какие-то подфризы. Я так понимаю, что еще с оптимизацией тут проблемка. Но посмотрим. Всегда надо давать игре как бы второй шанс. Так, тут все окей. Что у нас пора ци? Слушаю. Алло, прием. Товарищ лейтенант! В рукавах падает давление. В цистернах заканчивается вода. Тишура, беги как можно быстрее. Подключи пожарный гидрант к машине номер два. Так точно. Чтобы открыть журнал, нажмите клавишу J. Так, журнал, документы, задания. По тревоге нас подняли глубокой ночью. Диспетчер передал вызов на электростанцию. Еще один пожар, еще одно тушение. Ведь там постоянно что-то ломалось, что-то горело. Последнее время мы каждую неделю ездили туда тушить какое-нибудь оборудование. Но уже по дороге я понял, что на этот раз это что-то серьезное. Что это не шутки. Это зарево. Это странное свечение над электростанцией. Так, погасить огонь. Подключить пожарные машины к гидранту. Понял. Подрубай. Так, это надо убрать. Вставляй, вставляй, вставляй. Так, полдела сделали. Хорошо. Подрубай. Тут есть. Так, тачки наполнят, все нормально. Здесь подключили, там подключили. Так, вторая. Отсюда. А там уже вставлено. А, нет, не вставлено. Думаю. Мне показалось, там просто перекрывал этот шланг огромный. Там не было видно. Все, это мы сделали. Что тут? Надо все забрать. Все, что валяется, все забираем. Слушаю, прием. Давление возвращается к норме. Отлично. Тишур, теперь надо взять свое снаряжение и попытаться пробраться наверх по обломкам стены. В сторону турбинного зала. Да. Вернее того, что от него осталось. Я понял вас. Владимир, береги себя. Тишура, странное-то имя такое. Возьми лопату и ножницы из пожарной машины. Ну, пойдем. Чтобы использовать лопату, назначи ей цифровой слот. Ну, это я понял. Так мы уже делали с пожаром. Так. Ну, давай посмотрим. Значит, лопата будет у нас на троечку. В принципе, нормально. Пока живы, пока здоровы. Блокнот. Завершенные задания. Завершенные задания. Погасите огонь. Файлы, справочник. Часть на английском, часть на русском. Квестовые предметы. Так, скрывай. Поднимись на развалин и найди удобную позицию. Брезент. Было бы неплохо, конечно. Так. И что? Ты имеешь в виду, положить надо? Нет, копать. Копать, я думаю, пока не надо. Здесь ничего такого. Так, ладно. Сюда рано мы еще пришли. Я, походу, не все сделал, да. Забираем это. И забираем это. Ломик. Болторез. Марлевые повязки. Все нам понадобится. Так. Фонарик. Есть фонарик. Отлично. Для прыжка нажмите пробел. Спасибо, КП. Так, лопату берем. Да, вот оно. Твою мать. Не то, не там. Братишка, надо чуть поближе подойти. Блин, оно радиоактивная пизда. Вот. Взяли. О, сука. Я боюсь, что это химзащита. Не сильно-то и спасет от такого излучения. Сюда. Да. Найди удобную позицию, блять. Нашли мы с тобой удобную позицию. Удобней просто некуда. Так, идем дальше. Идем. Я могу устроить небольшой интерактив в комментариях. Как вы думаете, что мы сейчас делаем? Самые умные уже поняли, да? Ну, вы можете написать комментарий. И сделаете хорошо ролику. И покажете свои знания. Так, готово. Значит, слушаю вас дальше, что делать. Эй. Владимир, как обстановочка? Я добрался до самого верха завалов. Дальше прохода нет. Ладно. В таком случае начни тушить пожар с этой позиции. Я понял вас. Найди место для подключения пожарного рукава. Сейчас пойдем. Так, здесь мы не потушим. Здесь мы не пройдем. Ладно, идем туда. Там тоже не пройти. Прямо возле этой хрени стоит. Так, место для пожарного рукава. Наверное, вот это. Я не уверен, что мы сможем туда пройти. Так. Ну, давай попробуем. Просто это вроде бы самый ближайший, который есть. Который я мог бы потушить. Ай, я не пройду туда. Не дольет оно так, нет? Нет. Наверное, это не то. Скорее всего. Может быть, там есть поближе? Я просто не видел. Подожди, а из машины нельзя? Мы же машину типа накачали. Точно, надо из тачки. Тачка просто ближе, чем гидрант. Поэтому надо попробовать отсюда. Вот, 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 вот. Потихоньку вроде получается. Только странно, что мы как бы воду льем, а она нигде не льется. Вот это, походу, недоработка. Так, нормально. Ну, то есть, не видно никакой реакции, куда вода идет, что происходит. Вот это немножко странно. Так, ладно. Тачка нам помогла очень хорошо. Соединяем. И будем двигаться вглубь, проверять, как там дела. Теперь можно туда пройти. Понятно, что это игра, и здесь как бы особо на время по комиссии нет. В жизни каждая секунда была на кону. Очень сильно все это влияло. Так. Здесь то же самое. Здесь так же не пройти. Они, конечно, пытаются тушить. Но толку? Там я тоже не залезу. Здесь слишком горячо. Так, ладно. Давай попробуем еще раз. Хотя, как я там залезу, интересно. Нет, я могу попытаться. Но мне кажется, это гиблое дело. Зря, наверное, я отсоединял. Так, еще раз. Полезли. На сколько там хватит его? Мне казалось, что там не очень большая длина. Не, нормально, нормально, нормально. Пока хватает. Так, берем. Фу, в одиночку это делать, конечно, такое себе. Но, как говорится, кто, если не мы? Эти люди герой. Но будем это всегда знать и помнить. Так, я могу поближе подойти. Отлично. Найди место для подключения пожарного рукава. Еще надо найти. Так, вот это туши. Не знаю, мне почему-то в ушах кажется, что оно очень громко. Прям сильно громко. Надеюсь, что вы меня слышите. Давай, туши, туши, туши. Нормально. По-моему, как-то не особо оно тушится. Давление вроде бы есть. Давай, давай, родной. Там немножко осталось. Чуть-чуть буквально, смотри. Буквально фигнюшка. Так, живи. Все, что ли? Я умер? Дата смерти 10.05.86. Подожди, в смысле? Что-то быстро мы как-то того. Нажми, удерживай любую клавишу. А, тот умер, и мы переключаемся за другого ликвидатора. Блин, я даже не успел к нему привыкнуть. Говори, я тебя не слышу. Я слышу все, кроме тебя. Он что-то говорит, правда, очень тихо. Так. Двойку. Алло, слушаю. Это майор Телятников. Я беру на себя командование тушением пожара. Прежде всего, все расчеты из Припяти должны добраться до крыши третьего энергоблока. Вы поняли меня? Расчет из Чернобыля остается в зоне крыши четвертого энергоблока. Найди путь на крышу. Ну, пойдем. Так, все. Тимура мы потеряли. Идем дальше. Мне казалось, что в демо-версии там вроде бы мы играли дольше за первый персонаж. Можно забраться? А, тут сюда нам уже не надо. Стоп. Сюда мы уже все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ты живой? Вратишь? Все нормально? Я ему что-то отдал, по-моему. Или наоборот получил. А я, может, что-то взял. Так, у меня есть лом. Смотри, мы его кидаем. А, он сразу выбран. Саперные ножницы. Так, лопата. Все есть, все нормально. Сильно не побегаешь. Здесь можно по лестнице вроде забраться было. Это я помню, это было. Так, забираем. Водочка для профилактики. И попробуем забраться. Что-то упало сверху. Твою мать! Боже, тебя, походу, есть, ангел-хранитель. Но как долго он тебе будет помогать, я, к сожалению, не знаю. Так, работники станции. Но почему-то их никто не выводит, что странно. То есть, по идее, они должны их вывести были. Хотя бы попытаться. Найди путь на крышу. Я помню, что у кого-то из ликвидаторов потом начнутся видения. Это точно было. Мы хоть сосвежим память, потому что за пару лет уже просто забываем, что там могло быть. Как оно там было? Но тут уровень излучения просто ебейший. Находиться здесь уже смерть. Насколько я знаю, очень мало людей выжило после этого. Ой, ладно, идем. Да и главное, помни, кто, если не мы? Звуки странно в игре сделаны. Вы слышите? Сейчас нормально вроде, даже тихо. А до этого было очень громко. Я буду регулировать по мере возможности, конечно. Так, найди путь на крышу. Мы на крыше уже. Вижу источники возгорания. Поехали. В поисках пути на крышу. Так, погнали. А что, нельзя? Не понял. Ты забаговался, что ли, падла? Так, все нормально. Иногда шланг багуется, поэтому надо иметь это в виду. Не дурно. Вроде бы получается. Так, погреши пожары. Сейчас погасим. Значит, эти мы не трогаем. Получаются вот эти два маленьких. Ну, до того, по идее, я достану. Хоть мы и далековато стоим, но вроде бы вода туда попадает. Как бы без проблем. Да, это будет дольше, но все равно мы сделаем поставленную цель. Так, найди лестницу. И иди на следующую крышу. Отсоединить же надо. Давление фигачит прям нормально, прям хорошо. Ух. Что там светится? Вряд ли это фонарь лежит. Ну и на аномалию сталкера тоже не похоже. Так, поехали. Для того, чтобы присесть, нажми control. Да, мы поняли, поняли. Тут, в принципе, ничего сложного. Так, найди другой путь. А у меня же вроде было, чем перерезать можно было, нет? Так. Тут забраться можно. Вроде бы как без проблем, да? Давай. Вообще у игры как бы есть потенциал. Я понимаю примерно, наверное, вот средние оценки. Типа, что она фризит. Это у меня на 40-90 она лагает иногда. Местами подгрузки, там какие-то подфризы. На компьютерах послабее, здесь просто нет оптимизации. Поэтому, когда ее завезут, я думаю, что парочка фиксов может исправить ситуацию. Потому что про ликвидаторов игр больше нет, насколько я знаю. Это единственное в своем роде как бы. Так, а мне туда. А мне туда. Вот, здесь можно спокойно было открыть. Есть путь назад, по крайней мере. Зачем оно тут так закрыто, неизвестно. Вряд ли тут кто-то лазит. Все, выход есть, хорошо. Так, мне походу наверх. И там сверху я должен как-то попасть в здание. Бегать долго нежелательно, потому что и так желчевая болезнь. И так наш ликвидатор уже кашляет. Лучше его лишний раз не травмировать. Так, попробуем забраться. Не очень все это надежно выглядит как бы. Так, сюда. Зато открывается вот такой вот вид сверху. Спокойно. Тут надо перепрыгнуть. Ну, будем считать, что я это сделал. Так. Так, тебя, братишка, куда-то надо же убрать. Возле него долго не постоишь. Так, ладно. Его же надо скинуть. Куда его? Просто вниз туда кидать? Или надо конкретно куда-то? Сильно я помог, конечно, этим действием. Наверное, вряд ли. Чтобы использовать лом, взаимодействуй ей. Я понял. Так. Погаси пожары, преграждающие путь. Там было про лом сказано, но это вроде не особо на лом похоже. Так, он пробует все варианты, видишь? Давай, 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 давай. Хорош. Так. Первый пошел. Давай еще раз. Надо попробовать. Есть. Со второго раза обычно все получается. Так, тут мы все смотрели. Меня немножко мучает то, что я выбросил вниз. Так. Там я, наверное, не пройду, а здесь можно попытать свое счастье. Но с каждым разом все хреновее и хреновее. А у меня таблеток, вроде, по-моему, и нет. Сейчас посмотрим. Тихо, 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 спокойно. Аптечка, бинт, вода, шоколадка. Йодк. Фильтр для газа и водка. Говорят, что она защищает от радиации, но это неправда. Так. Но вариант только разбить, чтобы пройти дальше. Давай немножко силы, и все будет хорошо. Давай. Куча энергии тратится на это дело. Присаживайся. Так, войти в здание через дверь. Готовы. БСУ-4. Вот, мы внутри. Может, кто-то есть живой еще тут? Плохо дело. Плохо дело. Все. Ну, походу, не знаю, умер или нет, но, скорее всего... Скорее всего, все. Микола Иванович. Все. Удерживай любую клавишу. Так. Идем дальше. Вот он лежит. Так. Тут можно пройти. Там водка есть, кстати. А он не может туда зайти, да? Чтобы использовать фонарик, нажмите клавишу Е. Да я и так использую. Использованный СИЗ. Так, забираем. Все пригодится, все надо. А может, надо было... Не знаю, может, он по сюжету так умирает? Мне почему-то кажется, что можно было его, конечно, попробовать либо водкой, либо чем-то. Но у нас ничего такого нет, что от радиации прям поможет. Так, залетай. Есть такое дело. Так. По крайней мере, тут можно выйти. Больше полезных припасов я не вижу, так что пойдем дальше. Есть кто живой? Пройди через вентиляционную шахту. Так, полезли. В принципе, рукой и ногой. Я помню, Бэтмен это делал ногами. Ну, Бэтмен у нас как бы, да, вымышленный персонаж. А тут надо действовать по ситуации. Ух, фризис жестко. Так, найди путь на крышу. Давай попробуем. Что-то с чем-то можно повзаимодействовать? Так, мы были с той стороны. Тут, кстати, можно покрутить, наверное. Да. Я помню, это же было и в демо-версии. То есть поменялась, по-моему, только графика. И добавилось больше глюков. Во, там мы теперь пройдем. Тут что? Это мы сделали для того, чтобы следующий, если мы погибнем, смог сюда нормально прийти. Так, не понял. А, все, понял. Подожди. В любом случае, надо было, видимо, назад вернуться. Так, что здесь? Есть что-то? Так, фильтр сменный. Если бы оно как-то напоминало, понимаете, что надо поменять фильтр, как это в метро, например, сделано. У-у-у, там жопа. Маленький вентилятор. Жесть какая. Мы когда поднимались, по-моему, из окна как раз и видели, что тут были люди. Но боюсь, что живых уже нет. Так, осматриваемся. Есть аптечка, но она пустая. Можно еще ниже. О, тут что-то было. Я не думаю, что тут надо долго находиться. Так, тут все чисто. Погнали тогда. Нам надо, получается, на самый-самый верх поговорить с ученым. Информация. Так, мы здесь. Хорошо. Хотя на самом деле хорошего мало. Ничего. Вот и ученые. Так, парни, я быстро гляну, что у вас тут. Вот этого я не помню, если честно. Мне кажется, что-то поменяли. Так, радио работает. Работает ни хрена здесь. Так. А вы кто такие? Я Анатолий Ситников. Заместитель старшего инженера. Это Владимир Чугунов, начальник смены реакторной. Что вы здесь делаете? Разве вас не должно эвакуировать? Кто-то должен оценить ущерб и потенциал дальнейшей работы реактора. Вы что? Какая работа? Вы давно должны были отключить третий и четвертый энергоблок. Это не так просто. Сначала мы должны выяснить, что вообще случилось здесь. Как это что случилось? Рухнула стена четвертого энергоблока. Да, но мы не знаем, что случилось с реактором. Была ли утечка топлива? Судя по масштабам разрушений, скорее всего, да. Причем серьезная. Мы должны быть уверены. С этим я вам помочь не могу. Лучше скажите, как попасть на крышу третьего энергоблока. Если шахту лифта не завалило, можно было бы попытаться попасть на нижние этажи. А затем снаружи воспользоваться техническими лестницами. Спасибо, я попробую это сделать. Будь осторожным. В некоторых местах излучение очень сильное. Понятно, вы тоже будьте осторожны. Так, а могу я водя рыбахнуть? И что, да? Водка на четыре. Ребята, за ваше здоровье. Поехали. Ну, сильно пьяным, конечно. Ух, нормально так скидали. О, сука. Так, ну идем. Теперь стало как-то пободрее. Что-нибудь интересное тут есть? Это я заберу. А, ну да, надо же проверять. Излучение как бы немножко есть. И стресса чуть-чуть. Так, живем. Собираем вода, еда. Припасы немножко есть. Городские вести. Завалено. Так, оттуда вроде можно было выйти. Осторожно, скользко. Ну, пойдем. Избавьтесь от графита, сбросьте его с крыши. Так. Подожди, до крыши надо еще дойти как-то. Вот. Я буду нормально тут спускаться, нет? О. Пошло дело. Так, надо, видимо, допрыгнуть до той стороны. Оп, хорош. Хорош, нормально. Я успел. Ин-квест-объектив. Что-то там, короче, пропало у них квест-объектив. Но я вроде бы допрыгнул, куда хотел. Тут закрыто. Птички можно взять. Может, мне не сюда надо было? А, не сюда, походу. Так, мы помним, здесь такая система ломания. Можно с первого раза. Главное попасть именно в зеленую зону. Так, подожди, смотрим. Излучение и стресс в норме. Я уже двоих потерял. Не хотелось бы продолжать дальше. Сюда. Сюда. Ну, что, блядь, не фризило? Было бы отлично просто. Я не знаю, с чем связано. Но думаю, что просто игра такая. Опять же. Надо потом в стиме почитать. Эй, 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 тихо, тихо. Ты чего? Брат, ты чего? Нормально? Нормально же все было. Мы же смотрели за показателями стресса. Но это, видимо, так надо. Все. Игнатенко Василий Иванович, к сожалению, погиб. Погиб как герой. Что мы можем дальше сделать? Играется следующего. Смотри, у него все нормально было. Нет, ну как? Мы типа видим, кто здесь уже был. Кто добирался. Кто погиб. Кнатенко. Извини, пожалуйста. Я честно пытался тебя спасти. Все, что от меня зависело. Я не понимаю, может, не надо это все принимать. Смотри, чуть-чуть излучения. 11 из 100. То есть, меня и не должно было убивать. Никак вообще. Так что все хорошо. Так, осматриваемся. Что, куда, чего. Тут нормально все. Нам туда и не надо, по сути. Вот оптичка есть. Забрали. Так, дверь закрыта. Найдите способ ее открыть. Извини, Игнатенко. Или Игнатенко, как правильно. Так, идем дальше. Открывай. Хорошо, когда сильный. Нормально взял, открыл без проблем. Снова открывается прекрасный вид. Но, к сожалению, тут творятся очень ужасные вещи. Давай. Я же смогу перепрыгнуть? Я попробую. Да. Противогаз. Найди путь на крышу. Все замки ломаются. Все это не вопрос вообще. Раз, два. Раз, два и готово. Так. Нам надо подать питание, чтобы открыть дверь. Так, работает. Никаких записок я не нахожу. Никаких, ничего такого, как бы. Это странно. Это немножко странно. Влазь. Ух, ты их прикалываешься? Ну, мне, в принципе, туда и надо. Фига ты, блин, Спайдермен. Нормально. Найди путь на крышу. Так, мы уже фактически на крыше. Так, вот графит. Значит, берем лопатку. Этот графит надо скинуть отсюда. Жарит, блядь. Не знаю. Наверное, я делаю неправильно это дело. Ну, то есть, мы должны скинуть. Может быть, это мы не дошли еще туда. Ну, да, надо еще повыше зайти. Повыше как-то забраться. Тут тяжко. Тут жесть. Будем прыгать? Найди путь на крышу. Да, придется. Ой, блядь. А, здесь надо еще как-то укрываться, я помню. Тихо. Быстрее, быстрее, быстрее. Очень время ограничено, сука. Быстрее. Живой? Стресс, выносливость в норме. Аккуратно, аккуратно. Держись. Бля, держись. Я не знаю, так надо было или так по сюжету. Ну, я и ногу сломал, походу. И дышать тяжело в этом костюме, в защитном. Ну, мы старались. Мы реально пытались перепрыгнуть. Живой? Что там у тебя? Лова. Вода, фильтр противогаза. Стресс ноль. Вообще не стрессует, что ли? 11 радиации. Кофеин. Повышает физическую активность. Мне пока не надо, вроде. Хотя надо чем-то боль снять. Йод, вода, шоколад, аптечка. Давай попробуем. Хуяк. Не знаю, поможет ли это от боли в ноге. Честно. Механическое повреждение нижней конечности. Так. Есть три вида травм. Вывихи, переломы и переломы со смещением. Их символизирует значок поврежденной ноги в левом углу. Чтобы уменьшить негативные... Специальная ортопедическая шина. У меня только бинты есть. Я не уверен, что это поможет. Я попробую. Будешь накладывать? Что перемотал себе там, но это, походу, тоже не то. Ладно. И, может, ее как-то крафтить надо? Иди путь на крышу. Сейчас попробуем. А, там забраться может. Стоп. Куда ты пошел? Сюда. Тяжеловато, но... Что делать? Так. Ну, будем считать, что это тот самый путь на крышу, который мы искали. Поднимайся. Эй. Поднимайся. Фух. Жесть какая. Так. Выше только звезды. Надо еще выше. Готово. А вот, походу, еще Чигигера. Ну, по крайней мере, похоже. ДП-56 или 5Б, что там написано. Работа и хреновина. Ой, блин. Не работает ни хрена. Или работает? Такое. Да, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Согласен. Согласен с тобой. Все, короче. Так, еще один у нас погиб. Ну, по крайней мере, идем дальше. Загрузка. Нас почему-то перекидывает. Хотя я помню, что в демке вроде бы там были какие-то еще продолжения. Мы там что-то еще делали. Мы с крыши точно графит этот выкидывали. Мой любимый, надеюсь, это письмо до тебя дойдет. Я так беспокоюсь. Не спала со вчерашнего дня. Нас эвакуируют. Говорят, это временно. Что надо брать только самое необходимое. Я никаких звуков не слышу. Не знаю, может, это глюки в игре. В это время я не смогу тебя навещать. Я боюсь, что у меня сердце разорвется. Все произошло так быстро. Когда ты уходил на работу, мы попрощались, как обычно, как всегда. Вчера после уроков я закрывала класс. И, боже мой, это был такой прекрасный день. Птицы пели, солнце, весна за окном. Все было отлично. Наверное, это какие-то глюки местные, я фиг знает, но реально никаких звуков я не слышу. Мы собирались пойти в кино, помнишь? Но потом пришел Евгений. Я никогда не забуду его глаза. Они были такие печальные. Он сказал, что произошло заражение. Я чувствую этот странный вкус. И что это было в твою смену? А ты, как обычно, первый пошел в огонь. Мой герой, мой любимый, храбрый герой, ты всегда говорил, что если хочешь чем-то жизнь, чем-то жизнь спасать, то нельзя спасать только немного. Что нужно выложиться полностью. Я должна заканчивать. Нас вывозят, я не знаю куда. Я надеюсь, что мы скоро увидимся, Люся. Люся беременна была, судя по всему. И ребенку, видимо, тоже могло передаться это облучение. Это жесть. Даже страшно говорить об этом. К радиоактивным продуктам радиоактивного распада относятся изотопы йода. Киевская область. Ежедневный приказ. В соответствии с положением плана по очистке города Припять от радиационного загрязнения, мы переходим к детальным заданиям по дезактивации. Они будут заключаться в последовательной дезактивации кварталов. Отделению Сергея Бурятова поручено провести дезактивацию общественных зданий на Центральной площади. Универмаги, рестораны, бассейны, Творец культура и кинотеатра. Место встречи – перекресток улицы Курчатова и проспект Ленина. Сержант Бойко. Ой-ой-ой. Так, непривычно. Непривычненько. Сейчас оно профризит чуть-чуть. Нормально. Привет. Типа, или дозиметр. Не, ну, наверное, дозиметр, скорее всего. Я не очень разбираюсь в этих приборах, но, думаю, так они проверяют. Без тяжелой промышленности мы не можем построить никакой промышленности. Понятно. Так, мне куда-то туда. Видишь, обрабатывают. Стоят, обрабатывают. Да ладно, кто это нас почтил своим присутствием? Почему так долго? Очистите универмаг от радиоактивной пыли. Что об тебя? Водитель не местный. Перепутал кварталы. Твою мать, у него что, нет карты? Говорил, что ему не дали. Черт знает, может, наводку обменяли. У нас тут гребаный бардак. Мы сдохнем из-за этой неразберихи. Надеюсь, товарищ лейтенант не ругает советскую власть. Не дури, Сережа. Лучше возьми за дело. Хорошо, что у нас сегодня? Нужно обойти здание вокруг главной площади. Стандартная очистка, озонирование. Ты сам знаешь. Понятно. С чего мне начать? Начни дезактивацию универмага. Когда закончишь, доложи мне по рации. Все в порядке. Ах, да, вот еще что. При парнях обращайся ко мне по уставу. Ты же знаешь, как это устроено. Дружба дружбой, но нужно сохранять видимость. Я его еле слышу. Он реально очень тихо что-то звучит. Так точно, лейтенант. Так, заходим внутрь. Тут входа нет нормального, я так понял. А, там закрыли. Все здесь. Чтобы использовать щетку, назначить ей цифровой слот. Так, у нас новые шмотки. Да, дозиметр, я был прав. Щетка и ДК, и растители ДК. Так, ну давай все это выставим. Пусть оно будет здесь. Здесь военная карта, рация, пусть стоит. Все, короче, в слоты. Так, излучение ноль пока что. Что-то кто-то пролетел где-то. Так, ладно, заходим. Внутри вроде бы меньше лагает, поэтому... Ой-ой-ой, какие фризы страшные. Притом, когда мы были там в эпицентре, там не глючило ничего так сильно. Здрасте, что у нас есть? Такая штучка. Такая вот. Это уже какой-то хаос флипер начинается. Радиоактивная пыль. Так, подожди, давай все проверим. Зашкаливает пиздец. Нет, это пока не надо. Это карта зараженных мест. Их там довольно много, кстати. Так, три. Может, как-то сидя вот так вот. Ну, не сказал бы, что это прям эффективно. Ну, как-то так. Все, готово. Сильно заморачиваться не стали. Сделали нормально. Так, 19 метров. А как... А, подожди, стоп. Там была дверь. Может, я через дверь могу зайти? Это я заберу. Ну, да. Я уже намылился на выход. Я вот такой пылесос когда-то видел, кстати. Застал. Не, это похоже на кровь какую-то или грязь. Начинается хаус-флиппер. Там убери, там помой. Ну, по сути, мы реально занимаемся тем, чем занимались ликвидаторы. Не только прямо на блоке там делами занимались, но и здесь. Полазить, почистить, посмотреть. Так, я не все убрал. Видимо, где-то есть еще. Водяра. Сюда. Тебя помыть? Не. Не надо. Я думаю, такие шутки он, наверное, не поймет. Так, мне показывает тут, но я там вроде бы домыл. А, вот еще. Сигареты. Водяра. И вроде бы все. Я думаю, что в реальности радиоактивную пыль, наверное, мы вряд ли так увидим. Но чисто игровая формальность, чтобы хоть как-то убрать ее. Все, тут вроде бы есть. Собираем ништяки. Идем дальше. По-моему, это немножко не та комната, в которую я должен был попасть. Там, наверное, как-то можно пройти, да? Так, а как мне выйти туда? Там должна быть еще одна дверь, наверное. Стоп. Подожди. Либо я что-то не понял, либо здесь какие-то лабиринты. Тут нет выхода, да? Тут сквозных проходов нет. Даже если я тут пролезу, толку от этого никакого. По вентиляции тоже не пройти. Блин, я только сказал, что по вентиляции тут не пройти. Охренеть. Ну да, там завалено, типа они развалы эти не убирают. Хотя, наверное, должны. Так, можно выйти тут. Можно еще дальше выйти. То есть на этом, как бы, приключения в вентиляции не заканчиваются. Туалеты. Записались волонтерам, спрашивает. Чтобы использовать ороситель, назначите ему слот. Так, ну понятно. Вот тут по... А, да-да-да, вижу, тут надо ороситель. Так, сюда. Наверное, как-то так. Не страшно ли брать вещи, которые там лежат? На них же тоже может быть радиация. Проверьте помещение, из которого доносится шум. Нельзя убрать. Так, помещение шумом. Тут лабиринты долбанные. Тут, блин, хрен просышь, куда бежать. Но я так думаю, что... Офига себе, ты прыгаешь в вентиляцию. Блин, я даже испугался. Он как-то залетел туда неправильно. Ну, вроде на нас никто не бросается. Так, складешник. Хорошо. Куча техники. Все дефицитное. Все редкое. Если бы она еще, сука, так не лагала. Притом, это не самые высокие настройки стоят. Это высокие, но не ультра. И все равно какие-то лаги страшные, да? Так, наверное, нам сюда. Двери какие-то странно открывающиеся. Походу, мне сюда. Очистите универмаг от протекционной пыли. Котик. Жалко кота. Кот завонялся здесь возле Ленина. Оба подванивают. Что тут у нас? Все нормально. По пыхах, видимо, забирали самое ценное. Видишь? Котика обработать не надо. В принципе, наверное, нам... Ну, это не наше дело. Правильно. У нас радиация. Мы занимаемся конкретно определенными вещами. Так, а шум в чем был? Там же шума-то не было. Фига себе. Так. Ну, давай пройдем, посмотрим. То ли с тенями проблемы, не могу понять. Графика неплохая, как для такой игры. Но как будто тени здесь как жопой по пальцу, понимаешь, поводили. Мне кажется, в хаус-флиппере графончик поприятнее тут был. Так. Вот это убираем. Готово. Но выйти, понятное дело, нам не разрешат. Потому что где-то еще какая-то херня есть. Так, ладно. В этом уголочке мы проверили. Стеллажи накрыты. Все большое. Тут еще. Выйдите из универмага и идите навстречу с Лейт. Я думал, Кейт, ну, лейтенант, походу. Так, стоп. У меня почему-то и там выход показывает, и здесь выход показывает. Опа! Чиназис! Здорово! Хуя себе! Так, а я не сломаю игру таким образом? Что-то мне кажется... Не, ну раз можно, то что, как говорится. Парец, привет. Наденька, ты здесь? Сережа, боже мой! Это и правда ты? Как видишь, это я. Когда мы в последний раз виделись. Последний раз это было после твоего окончания университета. Мы пили шампанское на реке в Киеве. Я слышу где-то три... Это, сирена. На следующий день ты уехала в Москву. Я помню. Лет, наверное, десять назад. Больше. Двенадцать. Моему сыну в этом году исполнится десять лет. Ах, да, я слышала, что ты женился вскоре после того, как мы расстались. Не было смысла ждать. Знаешь, я хотел остепениться. Найти квартиру, растить детей. Я познакомился с Оксаной на работе. Мы обручились. Так уж получилось. Когда-нибудь ты меня познакомишь. Оксана умерла несколько лет назад. Мне очень жаль. Извини, что вспомнила. Тебе не за что извиняться. А чем ты тут занимаешься? Я член комиссии, назначенной для расследования причин катастрофы. Парткомом согласилась создать комиссию, да? Это их идея. Они попросили академика Легасова назначить группу специалистов для расследования причин аварии на электростанции. Я не думаю, что доживу до тех времен, когда генсеку будет важно раскрыть правду. Я бы не зашла так далеко. Комиссия должна делать хорошую мину при плохой игре. Ну что ж, КГБ и так связали руки. Ну да, достаточно, что Горбачев появится на пару минут с улыбкой по телевизору, а все остальное может быть... Сережа! Какого черта? Сколько можно ждать? Где ты застрял? Ты там что, унитазы драешь? Жду тебя у ресторана, Сережа! Извини, Надька, но долг зовет. Конечно, я тоже должен идти. У нас совещание в Белом доме. Встретимся позже. Как только у меня будет свободное время, я попробую тебя найти. Ищи лейтенанта Бойко. Приятно было тебя снова увидеть. Увидимся позже. Так, хорошо. Пойдем. Тут все нормально, можно посмотреть со стороны. Как это выглядит. Но персонажики немножко топорные такие. Так, погнали. Что там Запорожец делает? Зачем он там стоит? К чему? Непонятно. Так, до ресторана еще добежать надо. Слава богу, хотя бы не на время. Смотри, хэпс. Не понял. Тихо, 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 тихо. Чего, блин? А что, нельзя переступить через эти штуки? Серьезно? Извините. Может, я что-то неправильно понял? Может быть, тут? То есть, на эту хрень я могу залезть? А туда перепрыгнуть я не могу. Ладно. Давай поищем. Может, я что-то где-то не увидел. Какой-то проем маленький. Вот это выглядит немного странным. Так. А может, я сломал игру? Хотя вряд ли. А-а-а! То есть, надо через все вот эти ограждения пройти. Я понял. Что это? Химзащита. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Энергетик. Я помню, мы тут в Сталке были. Лазили. Там что-то пацаны выясняют. Торговый центр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что с графоном? Я не понимаю. Что за отражения говеные такие? Ладно, мы уже закрыли глаза, что он там подфризывает. Уже хрен с ним. Но как-то странновато. Так, здесь надо именно зайти с определенной стороны. Не дай бог, я где-нибудь пробегу не там, где надо. Одно и то же отражение. Да, графически, конечно, печалька. Я опять тебя жду. Извините, я встретил старую знакомую. Что ты здесь делаешь, Сережа? Какая еще знакомая? Они эвакуировали всю зону. Неважно, это долгая история. Вечером поговорим. Хорошо, Сережка, принимайся за работу. Ресторан нужно очистить. Когда ты закончишь, я встречу тебя в подсобке. Немедленно, товарищ лейтенант. Не валяй дурака. Лучше принеси хорошую бутылку водки, если найдешь. В таком ресторане, наверное, не пили всякую дрянь. Сказано, сделано. Так, я думаю, что здесь, наверное, можно сделать перерыв. И вот такой вот у нас Чернобыльский ликвидатор. Если вам понравилось, и вы хотите еще серию по этой игре, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, и я тогда пойму, что вам это реально интересно. Я даже охрип. Ладно, ребят. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok